Юля, а вы знаете, что наша передача начинает обвинять в женоненавистничестве? Знаете почему? Впервые слышу. На самом деле, да, мы с вами еще ни разу, с тех пор, как вы ко мне присоединились, не пригласили ни одну женщину. Я понимаю, почему. Здесь же есть вы, да? Но с другой стороны все равно надо исправляться. Начинаем специальный разговор. Она стояла за прилавком, а теперь прилавки наполняет своими товарами. Разбирается в моде, людях и в рыночных отношениях. Бизнесвумен, человек года и мать троих детей. Специальный разговор у нас сегодня к Фаине Споришь, директору предприятия Рилла. Здравствуйте. С каким настроением к нам пришли? У меня всегда хорошее, прекрасное настроение. Отлично. Фаина Евгеньевна, ну что, вы чувствуете себя такой крупной рыбой в нашем бизнесе? Абсолютно не чувствую, честное слово. Я даже не догадывалась, что я такая крупная рыба. Ну, на самом деле, в нашем небольшом, наверное, в целом преднестровском бизнесе ваше предприятие занимает достаточно видное место. Ну, о предприятии мы еще поговорим. Вы закончили бендерский техникум, сейчас это бендерский политехнический филиал ПГУ. Работали продавцом. Скажите честно, вы обвешивали хоть на граммчик покупателей? Нет, и поэтому я очень сейчас борьбу такую веду с продавцами, буквально очень такую жесткую, для того, чтобы они не обвешивали покупателей. А как можно было заработать, не обвешивая ни на грамм? Вы знаете, в то время очень было покупателей много у нас, и у нас, понимаете, такие были очереди в то время, мы первые начинали. Я как раз вот была на террасовском рынке, мы торговали, начинали торговать салакой. Так у меня была очередь, стояла, мы бочками торговали, и пенсионеры кричали, не больше пяти килограмм в руки. Ну, весы-то были другие, классические, погрешность другая. Ну, мы специально этим не занимались. При желании-то можно, казалось бы. При желании можно, да. Но часто попадаются вот нечистые на руку сотрудники? Конечно, конечно, я очень строго в этом отношении, мы сразу их убираем с работы. А как вы это определяете? Они делали проверки. И сразу уволили, да? Да. Без обсуждения, второй шанс не даете? Ну, нет, мы даем шансы, конечно. Я, бывает, до года даю шансы, но когда вижу, что это уже такой человек, которого невозможно исправить, я, конечно... Может быть, человеку просто зарплаты не хватает? Нет, все нормально, все хватает. Это уже есть такие люди. Характер. У вас большой рыбный цех, все это знают, да? Но вы, кроме того, чтобы руководить, какую у нее самую, может быть, чистую работу способны выполнять? И не боитесь? Ну, если начинали с нуля, да. Ну, мы начинали с нуля, мы начинали с мужем, сами солили, сами ее... У нас даже не было денег на грузчик, мы сами это все таскали, бедра, эти бочки. И поверьте мне, что я даже ночами спать не могла, у меня руки так болели, там же холодный рассол. Поэтому, в принципе, я не боюсь никакой работы, я прошла через это все. И на сегодняшний день, когда нужно где-то что-то подменить, то это без проблем. Ну, считается, что для женщины вообще заняться бизнесом, ну, может быть, еще и в наше время, это достаточно рискованное такое, серьезное дело. Почему в какой-то момент вы решили, что нужно себя в этом попробовать? Я не считаю, что это рискованное дело. Вот, знаете, вот на сегодняшний день, если бы даже этого не было, рыбного бизнеса, я просто вижу очень много ниш, которые не заняты, и где можно было бы применить, но именно в производстве. Ведь у нас же все как-то стараются больше в торговлю уйти. Продавать, покупать. А на самом деле очень много есть ниш, которые еще не заняты, и которые можно было бы готовить, хороший продукт, и его реализовывать. Посоветуете? Могу посоветовать. Давайте. Например, чем бы я занялась бы конкретно? Вот у нас оно все, да, оно как бы вкусное, да, но я бы, возможно, оно было бы дороже. Я бы какие-то домашние пельмени бы начал пускать, домашние вареники, вот именно домашней, ручной работы, которая бы не машинка делала. Ту же самую выпечку. Все равно эта вся выпечка, она, ну, скажем так, не домашняя. Она вкусная все, но она больше сейчас сделанная, скажем так, на оптового покупателя такого, вот именно, а, ну, возможно, небольшие были бы какие-то объемы это. Ну, посмотрите, как за границей везде все, ведь там же все связано вот с такими домашними какими-то пекарнями маленькими, маленькими кафешками, где именно работает сам хозяин и работает со своей семьей. И там действительно вкусно. И там наследственный серьезный бизнес, который передается из поколения в поколение. Кстати, хорошая идея, может быть, стоит подумать об этом. Ну, вот эти семейные вещи, они очень дорогие, мне кажется, у нас это, может быть, не окупаемо. Ну, вообще, в наше время вот изготавливать именно какую-то домашнюю продукцию, с учетом того, что многие уже не успевают ритм жизни такой готовить дома, приходят в кафе, там действительно продукция не совсем домашняя, да? Конечно. А вот прийти к такому, да, вернуться домой, это было бы, наверное, интересно. Ну, нужно, конечно, и продавать на месте. Продавать на месте, желательно прямо дома. Да, чтобы, да, не дома, а в кафе в каком-то. Да, с чего вы начинали? Я работала тогда в автосервисе, и как бы уже в автосервисе делать нечего было, там всех начали уже с работы, как говорится, попросили нас, потому что уже не было, работы не было. И я осталась без работы, я стояла в бюро по трудоустройству какое-то время, вот не помню, какое полгода, по-моему. Ну, тогда неплохо платили, вот можно было и дома посидеть. Но потом мы начали искать работу, но было очень сложно, это уже вот 92-й, это было очень сложно вот с работой. И нам предложили, как раз наш знакомый, он предложил, он вот первый в этом, где мы сейчас работаем, там было другое предприятие. Он организовал этот рыбцех. И меня пригласили вначале как продавца, вот, но буквально через два месяца я уже организовала девчонок, и мы уже начали работать, уже я начала работать как бы как предприниматель. Вот таким образом. Добрый день! Нравится вам наша продукция? Я наберу, мне нравится. Потому что сюда здесь свежие. Мы не применяем никаких химических препаратов, это очень, я считаю, что здорово. Даже хочу похвастаться, что у нас приезжают и одесситы, и с Кишинева покупают, уже знают нашу продукцию. Абсолютно нет никаких канцерогенных веществ. У вас и копченая, и вяленая, и соленая. Соленая, да, да, стараемся. Мы сейчас открыли новую вялку, вот буквально полугода назад, которая тоже новейшее все оборудование. Вяленая продукция, конечно, у нас сейчас получается совершенно другого качества. И я думаю, что те, кто у нас попробовал эту вяленую продукцию, я думаю, что они уже оценили. Когда вы поняли, что клюет, вот первый ваш такой серьезный заработок? Ну, в принципе, вы знаете, я как-то с самого начала, вот мы начали зарабатывать. Тогда рыбы не было, привозили тогда очень качественную рыбу. И мы как-то вот сразу, ведь тогда вообще конкурентов не было, никого не было. Не в Кишиневе, в Кишиневе тоже рыбы не было тогда, когда мы начинали. Да, вот. И поэтому как-то мы вот сразу начали зарабатывать эти деньги. По сравнению с тем, что, конечно, когда я работала на предприятии, я получала там какую-то зарплату, то здесь я могла в день это заработать. И, конечно, мы сразу начали зарабатывать. Да, это интересно. Но все равно потом, так или иначе, конкуренция в рыбном бизнесе появилась. Ну, это было когда уже, это уже конец 90-х, это уже было, да. Конкуренция – это такая достаточно интересная вещь. Я в детстве играл в такую компьютерную игру, где нужно было построить свое производство пиццы, да, собственную пиццерию организовать. Семейный бизнес тоже. Семейный бизнес, это компьютерная игра, да, детская. И, значит, была там такая опция бороться с конкурентами. Можно было самыми разными способами. Можно было честно, да, а можно было там какую-то бомбу подложить, можно было запустить крысу в заведение и так далее, и так далее. Ну, конечно, интересно было попробовать. А в реальной жизни, вот вы как боретесь с конкурентами? Там же это безнаказанно. Там же безнаказанно. Мы никогда не боремся с конкурентами. Мы, если даже боремся с конкурентами, я вообще такой человек, я стараюсь всегда все прощать и никогда никакому человеку не делать никаких подлостей и гадостей. И, наверное, это в жизни нам очень с мужем помогает, потому что он ведет точно такую же политику. А конкуренты с вами боролись? Боролись. Что делали? Боролись, очень сильно боролись, подлости делали, вот, и хотели даже, как бы, нас убрать с рынка. Были такие вещи, вот. Ну, мы, знаете, как Бог все распорядился, все поставил по своим местам. Вот те, которые с нами боролись, сейчас они немножечко в другом положении. Ну да, на самом деле государство с 17-го года серьезно занялось теми, кто занимается контрабандной рыбой, да? Вот, 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 я имела в виду вот это. Вот этих конкурентов вы имеете в виду? Были такие периоды в вашей жизни, когда хотелось вот все бросить, заняться чем-то другим, начать, может быть, выпекать? В бизнесе не бывает же безоблачно, да. Было даже совсем не безоблачно было, это первый опыт нашего копчения рыбы, мы закоптили на Пасху, тогда это были на 3000 долларов, это были огромные деньги для нас, понимаете? Это были все деньги, которые у нас были дома, скажем так, мы вложили, решили попробовать. Это первое копчение было, и мы все выкинули. Бизнес вылетел в трубу, да? В трубу сразу же. Мы одолжили опять деньги, опять пошли вперед. И все-таки зачем-то рискнули снова? Ну что делать? Фаина Евгеньевна, вы производите впечатление женщины с сильным характером, волевым достаточно. Вы дома тоже руководитель? Что вы? Ни в коем случае. Моим мужем не покомандуешь. Серьезно? Конечно, он дева по гороскопу, о чем вы говорите. А что это значит? Это значит, что он хозяин, он такой, ему нельзя поперек ничего сказать. Это имидж, может быть, мой такой на людях, но на самом деле нет, у меня муж с главной семьей. Наверное, это хорошо, прийти домой, а уже расслабиться в этом отношении, перестать командовать. Ну, конечно, конечно, да я и на работе уже не сильно командую, там уже дети больше командуют. Я уже прихожу, знаете, как уже директор праздник на работу, я уже больше люблю. Мне вот это интересно стало, а вы кто по гороскопу? Лев. Вы Лев, очень приятно. Лев, да. Неужели вы такая сильная волевая женщина, которая много чего добилась, верите вообще в гороскопы? Что вы вообще верите? Нет, я не то, что в гороскопы верю, просто я вижу, что оно действительно совпадение. Если Лев, то вы понимаете, что такое Лев. Я понимаю. Это везде впереди, во всем. А дева, она такая, она да. Побеждает Лева. Да, она побеждает, она сто раз подумает. Я, например, даже не думаю, я вот решила и сделала. А муж такой, что он сто раз подумает, где-то меня приструнит, все, потому что все, что же нельзя быть сразу резко сделать. Я Лев, но я бы бизнесом не занялась никогда. Ну, вы, может быть, просто не пробовали. Да. Но кто ж вас отпустит заниматься бизнесом, вот вопрос. Что это ты, Милочка, нашла? Да, Милочка, приехала в Бендеры. Ой, какая бабушка, ты узнаешь? Бабушку узнаешь? Бабушка в молодости. Ага, вот что Мила нашла. Да, да, вот Мила нашла. Благотворительный фонд Приднестровья «Русская слава» выражает благодарность и признательно споришь Вене Евгеньевне, директору РИЛа, за активную часть в благотворительной деятельности по возрождению историко-архитектурных памятников города Бендеры. Сколько вам лет? Это вы приехали тогда поступать? Да, я поступала с девчонками, с подружками тремя. И мы договорились, что если кто-то не поступит, то вместе все втроем уедем. А мне так понравились Бендеры, что я решила, что я здесь останусь. В итоге я сдала на пятерку. Бендеры решили вашу судьбу, да? Да, и я вам скажу честно, на экзамен я прибежала, вот мама меня отправила на такси с Кишинева, я буквально за пять минут прибежала на экзамен. И я благодарна судьбе, что эти пять минут решили мою судьбу и мое будущее. Я Бендеры обожаю. Сейчас тоже я смотрю, вот сколько парков возрождается, да? А раньше, это же вообще Бендеры занимал первое место в Молдове по чистоте и озеленению. Был очень город зеленый. Я помню еще эти времена, когда в городе приезжали отдыхающие. Я сама лично зарабатывала на этом деньги, я держала через турбюро отдыхающих. И мы неплохо это зарабатывали. Приезжали отдыхающие из Украины, из Москвы, Витера. Это квартировались у вас, получается? Да, да. И тогда было столько здесь отдыхающих, сколько жителей. Плюс фрукты, овощи и все остальное. На рынке там же все просто хватались под рук. Ну, это было неплохо. Дай Бог, чтобы у нас тоже это возродили, чтобы у нас тоже приезжали сюда отдыхающие. Это будет неплохо. Вы не согласны с тем, Фаина Евгеньевна, что большой бизнес убивает в женщине женственность какую-то, мягкость, слабость? Я считаю, что, во-первых, что у нас большой бизнес, я считаю, что у нас, ну, наверное, средний, скажем так, уже, наверное, немалый. Ну, 40 сотрудников. Да, средний. Вот. Ну, абсолютно, что вы. Женщина всегда должна оставаться женщиной, леди, даже можно сказать. И давать пример, там, даже своим же сотрудницам. Мне очень приятно, когда мои сотрудницы, я смотрю, смотрю, даже имидж поменяли, прическу, как у меня, там, каблучки. То есть мне это приятно. Ну, мы еще затронем тему отношения ваших сотрудников к вам, да, она тоже интересная. Да, ну, вы всегда очень стильная, хорошо выглядите, потрясающе улыбаетесь. А вы что, такой нашли секрет вечной молодости? Я не думаю, что… Во-первых, я очень подвижный человек, очень подвижный. Я, например, устаю от того, что когда… Вот говорят, что давайте я отдохну, полежу. У меня этого не бывает. Я устаю от того, что я лежу. Поэтому я 7 километров каждый день хожу пешком. Это обязательно у меня ритуал. Вы на работу идете пешком или просто… Нет, я просто… Нет, рано утром или вечером, когда у меня есть свободное время, 7 километров, это ежедневно. В каком-то конкретном направлении, да, ходите? Да, в направлении по селу, парканы. И меня даже иногда в первое время, когда они знали меня, приглашали меня на работу. В огород. А, ну да, там же в парканах даже биржа труда есть, да, там люди стоят, они, собственно, просятся на работу, да. У вас вообще в жизни вот самые обидные поражения какие были? Вы уже говорили о том, что в какой-то момент бизнес развалился, что-то не получалось и так далее. Ну, я бы не… Вы знаете, я настолько оптимист по жизни, что я даже не помню этих. Вот честное слово, я не помню этих. Может быть, они какие-то и были, но я даже и не помню. Любое поражение – шаг к победе. В принципе, да. Кажется, что вот оно безысходное какое-то, бывает состояние такое, а потом, а оно все выходит, в итоге все к лучшему, понимаете. Поэтому всегда все будет хорошо. Ведь не всегда, всегда все, что делается, все делается к лучшему, правильно? Даже какие-то твои неудачи, это все равно, ты себя мобилизуешь, ты стараешься уже что-то исправить и идти дальше. Неудачи нам тоже посланы Богом. Давай в обратную сторону, может. А то у тебя головка закружится. Давай. Давай в обратную сторону. Раз. Хорошо, самостоятельно. Молодец. Будущий директор? Будущий директор. Ну как, часто удается погулять с внучкой? Ну, я бы не сказала, что слишком часто, но регулярно мы выходим. Буквально за короткое время, да, и уже такой замечательный детский городок построили. Ожидали, что вот так? Нет, даже представить. Когда нам рассказывали это все в планах, там были фотографии, эскизы. Я даже не могла представить, что вот здесь будет в итоге вот такая вот красота. Я, во всяком случае, участвовала здесь в 2010 году. У меня даже грамота есть. У нас был субботник, мы здесь были спонсорами этого субботника. Мы здесь убирали территорию, и вот там вот возле церкви мы сажали ели. Я сегодня подходила, смотрела, они очень высокие уже. Вы такой активный образ жизни ведете, при этом не забываете о других, оказываете спонсорскую помощь, да, много занимаетесь благотворительностью. Ну, мы даже в протягаловке, мы знаем, недавно буквально и детский сад помогли, да, и детскому саду, и школе. Вы внучку этому учите, тому, что надо делиться? Я учу и детей, и всех внуков, учу доброте. Нужно помогать людям, и Господь больше себя воздаст. Но, с другой стороны, люди привыкают иногда к такой вот помощи постоянной. Не садятся на шею? Ну, это все от совести человека, понимаете, как это все от совести. Я ведь не делаю это для какого-то конкретного человека. Если мы даже оказывали эту благотворительную спонсорскую помощь и Дому культуры, и тому же сельскому совету на праздники, как это для людей. К рыбе хочется перейти, к самой рыбе. Нет, к здоровому образу жизни еще хочется перейти, да. Ну, и вместе с ней к здоровому образу жизни. Вот зачем и с чем вообще есть рыбу? А зачем нужна соленая рыба? Вот интересный вопрос возникает. Мы же знаем, с чем ее потенциально едят. Ну, да. И это со здоровым образом жизни не связано. А у вас по этому поводу угрызения совести нет? Ну, абсолютно нет. Потому что там столько витаминов, необходимых человеку, микроэлементов. Я смотрю программу здоровья, да. Что вы, селедочка? Без селедочки вообще нельзя жить. Там столько витаминов, столько всего, что человеку просто необходимо. А рыбий жир этот, правильно? А оптимальный рецепт, куда применить вот эту вот селедку? С чем ее есть? Я ее люблю просто с картошкой в мундирах. Это моя самая лучшая еда. Это вот, знаете, хочется вот такого вот именно вкусного чего-то. И я вот себе картошечку в мундирах и селедочка. Это самое лучшее. Захотелось поужинать. Очень просто, да. Все очень просто и со вкусом. Вы сами часто селедочку едите? У вас часто на столе дома рыба? Нет, я не могу сказать, что часто. Хотя муж мой. Вот так, вот сапожник без сапог. Это правда. Потому что ко мне, когда приходят гости, все думают, что у меня там просто изобилие в холодильнике. На самом деле, я даже бывает, что придут гости, а я потом уже забываю, что нужно ее принести домой. И приходится потом сыну звонить и сказать, что сыночек привези, пожалуйста, рыбки. Но муж у меня любит рыбу. Он рыбный. Хорошую рыбешечку-то как выбрать, Фаина Евгеньевна? Дайте совет. А вы знаете, я вам честно скажу, в отношении нашей продукции, вы можете не переживать. Все хорошо. Продукцию от Рилы купится, да? Нет, правда-правда. Мы ее, во-первых, мы следим за этим. Если даже какое-то есть просто под подозрением, мы ее никогда в продажу не дадим. Мы за своим имиджем следим очень сильно. Но она же бывает разная. Пожирнее, похудее. Общий совет покупателю какой-то, да. На что смотреть? Ну, понимаете, мы настолько уже, как говорится, зубы съели на этом, что то, что нехорошее, мы не берем сырье. Мы берем какую-то, мы уже знаем поставщиков, мы знаем цену этой рыбе, потому что дешевая тоже рыба, она не бывает вкусной. Мы берем такую рыбу, которая высокого качества, и она получается поэтому... Так, а если не к вам в магазин-то пришли? Да, вот если не в ваш магазин пришли. А, ну вот это, конечно... У конкурентов что не брать? Нет, дело не в этом. Я же не знаю конкурентов. Если я свое не ем, то что ж я буду знать у конкурентов, что там происходит. Вот, я просто скажу, что, конечно, вот я вам честно скажу, что это сейчас стало так еще, что мы... Ведь было этого подпольного бизнеса раньше, просто тьма какая-то. Как-то вот колбасный бизнес не подделывался, а у нас это кому не лень. А колбаса и так сама по себе подделывала. И магазины сами ее засаливали, эти подпольных цехов сколько было, это был жуть просто какая-то. Ну, просто единственное, что мы сейчас видим, конечно, что бывает, что не наша продукция, и под наш бренд они уже продают как бы другую продукцию и говорят, что это наша продукция. Конечно, это нам портит. Ну, привозят с Кишинева, привозят с Украины тоже. И говорят, что это Рилла. Да, Рилла, для того, чтобы ее лучше продать. Ну, конечно, это немножко нам портит. Ну, это на самом деле уже показатель уровня. Да, что-то подобное с Тиротексом, например, происходит, да, тоже Кишиневскую продукцию привозят. Вы постоянный участник акции «Покупай Приднестровская». Вот, если честно, так вот, вы довольны товарами, которые производят в Приднестровье? Ну, да, то есть, ваш бренд сделано в Приднестровье. Что еще хорошего у нас производят? Ну, я вот была очень поражена, когда вот была в Тирасполе. Я вот не помню, что там за праздник был, в августе, по-моему. И я увидела вот новую коллекцию Тиротекс. И я не удержалась, я комплектов 6 или 7 купила домой. Продукция, конечно, уровень очень высокий, качество. Что мне еще нравится? Я вот была тоже приятно уделена, я начала носить обувь нашего, я не знаю, как они сейчас называются. Раньше БОФ был вот продукцией нашего бендерского. Я брала у них тоже обувь, очень хорошую обувь у них. Вот так вот на память как бы вот не вспомнишь. Ну, почему? У нас хорошие есть товары, очень хорошие товары есть. Есть с чем гордиться. Да. Вы многодетная мать. Вот мы к этому и пришли. Да. Хотя вот не похоже. Казалось бы, да, что женщина... А как должна выглядеть многодетная мать? Мне кажется, женщина посвятила всю жизнь себе, понимаете, вот только себе. Но нет, оказывается, шестеро внуков, бабушка праздник, многодетная мать. Ну, когда вы начинали, ваши дети были еще маленькими. Вот им чувствовали какую-то, может быть, ревность, что мама постоянно на работе? Успевали уделять им внимание? Нет, я скажу вам честно, конечно, меня совесть мучает, потому что мы как раз начало вот этого восстановления бизнеса и всего. И, конечно, детям я уделяла мало времени, это правда. И дети мои были приучены, я как вспоминаю сейчас вот даже, приучены в первом классе. Это же форма была у всех. И они уже меня умели гладить это все сами. И дочка, вот я помню, в первый класс... Внуки не знают, что такое утюг, наверное. Да, да, да. Так мои внуки даже не умели вот в первом классе колбасу резать, я была поражена и хлеб, понимаете? В общем, все в магазине. Да, и дочка в первом классе, а мне некуда было деваться. И я ее научила для того, чтобы она умела подогреть себе обед, а раньше не было микроволновок. И она умела включать газовую плиту и подогревать себе обед, вот так было. Ну, а как по-другому, да? Как люди вообще выезжали за пределы страны, и дети оставались одни? Ну, теперь ваш бизнес семейный, дети тоже к нему подключились. Я сказать по-честному, я уже больше, скажу, вот как бабушка праздник. Я больше, мне повезло сейчас вот этот горох мелкий, 5-4-3, друг за дружкой. И я, конечно, я в основном с внуками сейчас. Сейчас я практически... Следите, чтобы горох не рассыпался. Да, бывает, что 2-3 раза в неделю только на работе появляюсь, там буквально на полчаса, на час. Когда прихожу, то они уже радуются, что уже не так строго оказывается. Начальник праздника. Может, мне взять на вооружение? Ну, так получилось. Приходите раз в неделю, да? Да, но мне при... Я так построила отношения в коллективе, так вот, у нас с нами, например, работают очень много людей, которые с нами работают по 18-15 лет. И я выстроила так взаимоотношения, что я им доверяю, я знаю, что я могу куда-то уехать даже надолго, и на месяц, и на два, и на три, я знаю, что ничего не поломается. А есть друзья? Можно вообще дружить на работе, как вы считаете? Я с ними дружу после работы. После работы? Одно другому не мешает? Абсолютно. Мы очень часто, особенно вот летом, мы собираемся прямо у нас дома, я накрываю стол работникам, и мы гуляем. Ну, коллектив небольшой, наверное, есть подобного рода особенности. Четок 30 мы гуляем. Детей вы сами привели в ваш бизнес или они захотели? А куда им деваться было уже? Все, тут уже работа пошла, уже деваться некуда. Выбора не было. Как сегодня работается нашему бизнесу? В нашей стране, да, в целом. Я не буду говорить вот за весь бизнес, потому что я же не знаю специфику всего бизнеса, но я скажу о нас. Что нам стало полегче? Полегче вот стало то, что нам мешало. Я говорила, что вот этот подпольный бизнес был, процветал, просто процветал. И когда сейчас навели порядок в этом плане, заставили всех платить налоги, мы стали все в одинаковых условиях. И как-то и сравнялись цены у нас на рынке, а то же мы не могли угнаться за этими ценами. А почему мы не могли? Потому что мы платили все налоги. Поэтому мы не могли угнаться. И, конечно, вот это нам помогло очень здорово, что сейчас строго и боятся. Сколько огонечка будем делать? Это штучек 10. Хорошо. А вот этого покупателя я хочу сама обслужить. Этот покупатель еще когда я работала продавцом, он у меня покупатель. В фонде госрезерва, знаю, взяли кредит на развитие, да, на расширение? Да, да. Нам повезло. Нам дали очень хорошие условия. Нам дали на 7 лет, по 4%. Это идеальные условия. Это не идеальные, мы считаем, что вообще бесплатные. Вот. И мы, конечно, сейчас там строим на производстве большой холодильник для хранения сырья. Там все новейшее оборудование технологическое. Там будет сухая заморозка. И я думаю, что это повысит еще качество выпуска на продукцию. Без кредитов вообще никак. Весь мировой бизнес, все предприниматели, все работают с кредитами. И плюс именно на рыбную переработку у нас там снизили налог на прибыль почти на 50%. Сколько точек? А вот как раз... А вот как раз наш ларек тоже. Вот здесь у нас продавцы работают с нами 18 лет. 18 лет? 18 лет, да. Ну, это говорит само за себя, мне кажется, да? Было бы плохо, ушли бы уже до 5 лет. Да, здесь у нас дружная семья. А вы считали, сколько налогов вы заплатили государству? Я знаю, что у нас повышение вот этого года налогов на 20%. Это я знаю точно. И немножко там у нас повышение объемов производства тоже есть. Небольшое, но есть. Вот. И фонд заработной платы у нас тоже на 20% вырос. В 2017-м вы стали победителем в номинации «Предприниматель года». Что вы ощущали в этот день, когда получили этот приз? Ну, во-первых, я скажу честно, для меня это была большая неожиданность. Очень большая неожиданность. Я даже не планировала и не мечтала абсолютно. Просто предложили из города поучаствовать. Я подала документы. Но у нас тогда, конечно, был такой взлет. Вы знаете, мы как раз тогда установили вот эту коптильную камеру новую, современную. И, конечно, продукция пошла совершенно другого качества. И у нас пошли очень увеличились объемы. И вот, наверное, сыграла вот эту роль, конечно. Потому что там были достойные соперники у нас, когда я участвовала в этом конкурсе. Наверное, сыграла вот эта положительную роль. Как вас тогда поздравили ваши сотрудники? Гуляли мы. Все нормально в ресторане. Тогда, если не ошибаюсь, появились баннеры по городу. Или вас так с днем рождения поздравляли, да? Да, да. Это тоже был сюрприз. Ваша фотография, поздравление. Настоящий босс. Вот для босса это не выглядело как какое-то, может быть, легкое, легкое лизоблюдство? Нет, нет. Я просто знаю наши взаимоотношения в коллективе. Понимаете? У нас нет такого. Во-первых, они все знают, что я это не люблю. Я страшно это не люблю. Вот если я чувствую, что ко мне кто-то подлизывается, для меня человек уже умер сразу. Ничего себе. Ну, я не люблю так вот эти вот отношения все. И поэтому, ну, конечно, было приятно, но я долго там не висела. Я сказала, через месяц хватит. Потому что люди могут подумать на самом деле, что это какая-то заготовка была или что-либо еще. Ну, это заодно и реклама предприятия. Ну, может быть, да. Там реклама предприятия была, наверное. Ну что, переходим к нашей рубрике «Блиц». Мы задаем короткие вопросы, вы коротко отвечаете, либо предлагаем вам выбрать что-то одно из двух вариантов. Да. Копченое или соленое? Соленое больше. Семья или бизнес? Семья. Три желания озвучьте золотой рыбки. Вот поймали вы золотую рыбку. Три желания ваши. Достроить вот этот наш холодильник, который нам, конечно, с большим трудом сейчас достается. Очень сложно. Мы не ожидали. Дальше, конечно, я бы хотела дожить еще побольше, чтобы увидеть, как мои внуки вырастут. Это мое самое большое желание. Вот. И третье желание, конечно, побольше отдыхать. Мне кажется, очень такие желания осуществимые. Пусть они сбудутся, Фейна Евгеньевна. У нас в гостях была Фейна Спориш, предприниматель и руководитель предприятия «Рилла» рыбного производства, которому завидуют многие. Спасибо. Не надо завидовать. Не надо работать нужно. Ну что, Виктор Юрьевич, будем почаще женщин звать таких успешных? Мне кажется, очень просто. Сегодня я понял, что вариантов у нас просто нет. Просто нет. Ну, если вы согласны, тогда зовем точно. Абсолютно точно. Это был специальный разговор. С вами был Юлия Саракопут, я Виктор Савченко. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»